Ну что ж, дорогие друзья, мы вновь в нашей студии. В студии с вами Марина Гест и Панарефев. И тема нашего сегодняшнего эфира звучит так, зимний сад. Да, вот, кстати, многие садоводы знают о том, как важно правильно подготовить свой сад к наступлению весны. Да, ведь без обработанной почвы и использования нужных удобрений так сложно будет получить летом хороший урожай. Да, так вот, на что стоит обратить внимание. В первую очередь продолжим тему у нас в студии. У нас в гостях Надежда Черненко, садовод-опытник. Надежда Андреевна, доброе утро. Доброе утро. Надежда Андреевна, ну вот как-то, что сейчас нужно делать с садоводом? Зима прошла, снега было не так много. Ну подожди, послезавтра, послезавтра наступит весна. Весна уже, что мчаться на садовые участки и что там делать? Ребят, вы как будто не на Урале живете. Ведь марта зимний месяц. Вы посмотрите, вот к концу недели придет оттепель, да даже сегодня лютый мороз ночью, потом будет низкая температура, там минус 2, минус 5, а к концу недели оттепель, потом подойдет арктический холод, потом снега и метели. Март у нас зимний месяц, но это не значит, что садовод должен пропустить этот мартовский месяц для работы в саду. У нас сейчас как-то принято, что в марте мы закупаем там семена, тем более торговые центры. На подоконнике всего. На подоконнике святое дело уже из-под светочки, потому что солнца мало. Но я хочу обратить внимание, что выход в сад просто необходим. Сложно, да, многим садоводам добраться до сада, потому что там где-то дороги не чищены, где-то транспорт не ходит. Но вот самое время сейчас, если мы осенью не побелели деревья, штамбы деревьев, и у нас они вот сейчас под палящими лучами зимнего солнца, именно я не ошиблась, палящие лучи зимнего солнца, отражение от снега привозят к морозобойным. Вот посмотрите, я специально не поленилась, принесла показать вам образец спиленной части абрикоса. Вот это солнечный ожог. Но оно действительно как обгорелое. Из-за зимнего солнца, да, именно? Да, это зимнее солнце. Вот темный штамп, солнце греет, плюс отражение от снега. Днем сок в дереве, в штампе оттаивает, а ночью замерзает, разрывает его, как разрывают водопроводные трубы. И вот на эту рану садятся всякие болезни, вредители, и вот так начинается гибель дерева. Нужно обязательно попасть в сад, чтобы побелить штамбы деревьев. И потом нужно отоптать штамбы деревьев, поскольку осень была теплая, затяжная. Вот этих грызунов, которых мы, так сказать, не особо любим, естественно, по жизни, особенно женщины, их очень много развелось. Сейчас у них питание заканчивается, и они пойдут просто гоном под рыхлым снегом. Если мы не отопчем снег, значит, мы потерять можем кору деревьев, потому что они съедят и потеряем дерево. А потом, если мы сейчас не отопчем деревья, продолжаю эту же тему. Смотрите, штамп темный, снег лежит, штамп нагревается, снег тает, и образуется такая воронка из воды. Днем это воронка талой воды, ночью это лед. Вымерзает, вымокает. Абрикосы погибают практически сразу, потому что подопревает кора, груши страдают. То есть вот нужно отоптать деревья, отвезти талую воду, которая копится здесь, побелить штампы деревьев. Ну и основной вопрос, это, конечно, вот та рассада, которую мы так тщательно и трепетно выращиваем с февраля многие. Хотя не надо с февраля, надо в марте садить всю рассаду, чтобы ей хватило жизненных сил, а не она не старилась у нас на подоконниках. Так вот эту рассаду, когда мы приносим в мае в сад, счастливые высаживаем в теплицу, и мы не задумываемся, что теплица-то у нас, как правило, закрытая. Она зимует без снега, и почва столь сильно промерзает, что она оттаривает. Это как аккумулятор холода работает. А что делать тогда? А что делать? Как прогревать землю в теплице? Вот прогревать у нас практически нет возможностей. Но засыпать снег, надо делать такие теплицы, чтобы у нас снежный покров. Почва-то у нас, почему у нас все хорошо зимует относительно на улице, потому что там пуховое одеяло и снежно. И сейчас хорошо, вот снега легло много в этом сезоне, в отличие от прошлого. А теплица-то, теплица-то, она ледяная. А, немного накидать снега, это и туда. Значит, смотрите, вот мы немного накидаем снега, солнце пригрело, снег растаял. Много, много снега тогда. Много снега, значит, когда мы после, вот в марте приходим, и мы накидаем, да, уже промерз грунт, да, уже почва, верхний слой почвы, это уже безжизненная, вот пыль черная. Но мы туда добавим компоста, когда начнем садить, но мы при этом не сможем прогреть землю. Что сейчас можно, хотя бы влагу сохранить, накидать туда много снега последнего, укрыть целлофаном, и сверху черный материал. Целлофан сохраняет влагу, через черный материал прогревается, мы хоть какой-то... Но когда мы садим, вот наши любимые выстраданные саженцы, вот рассада там помидор, перца, баклажан, конечно, не углубляться глубоко. Ну, в общем, короче, работа много в саду сейчас. А вот скажите, пожалуйста, Надежда Андреевна, вот вы сами сказали, в прошлом году было мало снега, в этом году много. Какие прогнозы вообще на урожай? Или вы не делаете прогнозы, не заглядываете в будущее? Как все перезимовали растения? Ой, вы знаете, такой вопрос называется на засыпку вопрос. Да, в прошлом году было мало снега, промерзание почвы было достаточно сильным, много выпало. Выпали розы, выпали винограды, земляничка выпала у нас. Но если садовод чувствует непредсказуемость, и вот эти температурные качели, тем более климат меняется. Как Мичурин говорил, что нет ничего постоянного в садоводстве. Да, меняются сорта, меняется агротехника, и садовод должен постоянно быть... Держать руку на пульсе, так сказать. Да, на чеку. Поэтому, ну, то, что перезимовать, хорошо должны культуры, которые мы вот, ту же садовую землянику, если мы ее укрыли, и поздно откроем. Та же ежевика, тот же виноград, они должны перезимовать. Но, опять же, посмотрите, если будут теплые солнечные дни, идет вымерзание снега, и это вскоре может оголиться вообще. Поэтому лучше провести снегозадержание. Это посыпать опилки там, где мы не хотим, чтобы таял снег. Посмотреть, как у нас, не сдуло ли ветром укрытие, добавить снежного наста туда, где нужно добавить. Такой легкий технический осмотр состояния земли и всех растений. Вы знаете, вот сад, это подвижная субстанция, это постоянно, это масса работы у садоводов, голова как компьютер работает. Это кажется так просто, ой. Ну, что же, Надежда Андреевна, давайте не будем пугать садоводов, все будет хорошо. Все будет хорошо. Оправляйте сад, делайте все нужные работы, о которых мы только что сказали. Большое вам спасибо. Я напоминаю, что в студии у нас была Надежда Черненко, садовод-опытник, кладет знания для всех садоводов. Да, ну, а прямо сейчас настало время опроса. Вот, что бы горожане посадили в зимнем саду? Давайте узнаем.